Отдал жизнь в борьбе с преступностью. В Первоуральске открыли мемориальную доску в память старшего сержанта полиции Вадима Нурмухаметова. Его резонансная смерть 9 лет назад потрясла весь Первоуральск. Он отправился на выезд, где его расстрелял пьяный дебошир. Нурмухаметов награжден медалью за отвагу посмертно. В сердцах жителей Белимбая Вадим Нурмухаметов навсегда останется героем, хотя погиб он не на полях сражения. Он исполнял свои служебные обязанности, боролся с преступностью. Все произошло 28 ноября 2008 года. Это был самый обычный выезд. Семейный скандал, муж избивал жену. Вадим с напарником были без бронежилетов, они даже не успели достать табельное оружие. Пьяный дебошир сразу открыл огонь. Обычная судьба, вроде бы не геройский парень такой, да, обычная школа, обычная жизнь, семья, дети. Потом происходят события, которые навсегда остаются в памяти, и мы должны об этом помнить. Хорошо, что в Перуральске есть такая традиция чтить и помнить лучших людей города, лучших людей Белимбая. В органах внутренних дел работают достойные люди. Они с честью и отвагой выполняют свой священный долг. И подвиг Вадима яркий пример тому. В память о старшем сержанте полиции Вадиме Нурмухаметове в 22-й школе Белимбая, где он когда-то учился, открывают мемориальную доску. Здесь собрались родственники, чиновники, коллеги и люди, которые были знакомы с Вадимом. Владимир Шардаков проработал с погибшим 10 лет. Говорит, он был человечным, всегда готовым прийти на помощь как сослуживцам, так и жителям, которые к нему обращались. Ну, во время работы он как водитель-милиционер, но не просто как водитель исполнял свои обязанности, а принимал участие и в задержаниях, и там семейные скандалы какие-то. Так люди подходили, он всегда отвечал, потому что он, в принципе, и местный житель деревни Коновалова, у него мама жила. У Вадима остались жена и трое детей. Родные всегда с теплом вспоминают о нем. Говорят, несмотря на напряженный график работы, он всегда находил время для семьи. Постоянно был веселый, играл на гитаре очень хорошо. Сейчас младшая дочь тоже обучается всегда все вместе. Летом ездили на отдых, ходили в лес. Он и на службе был, и с нами постоянно был. Открытие памятной доски стало знаковым событием для всех жителей поселка. Она будет хранить память о человеке, который отдал свою жизнь в борьбе с преступностью. После минуты молчания и автоматного залпа в небо к мемориалу возложили цветы. Татьяна, резидент Ульяна Шелькова, Александр Захаров. Хроника дня.